Всем привет, ребят! Только приехал вот с поля. Погода немножко выгнала. Вот собрались тучи и немножко прошел дождь. И плюс сломался комбайн. Там сгорел ремень. Пришлось ехать через два села. Ну, 30 километров от нашего. К человеку, у которого тоже такой же комбайн Бизон. И взять у него... Не купить ремень, а взять как бы в аренду что ли. Ну, даже не в аренду, это нельзя так сказать. В общем, с возвратом. Не этот нужно будет ремень отдать, а купить новый и отдать. Ну, он дал нам тоже новый ремень. Я уже посмотрел в интернете. Новый стоит 850 гривен. Нужно будет заказать два, чтобы один отдать, а второй был запасной. И еще там один такой ремень, который тоже самый важный. И которого нельзя купить у нас в магазине. Четырехручейный. В общем, один из самых важных ремней. Я не помню, как он точно называется. В общем, а сегодня пятница. Завтра, послезавтра не получится ничего заказать. Придется заказывать понедельник. Ну, думаю, ко вторнику придет. Вот так. Тут больше ремень стоит около 2000 гривен. Надо тут купить, тоже купить два. И этих тоже купить два. Так что опять вот такие непредвиденные затраты на комбайн. Но это неважно на самом деле. Я не знаю, зачем я вам это рассказал. Хотя знаю. В общем, это все сейчас вы в кучку. Я вам слеплю. И вы сами поймете. Сейчас я буду немножко с некоторыми моими... Нет, наверное, это просто зрители. Подписчики такое не пишут. То есть буду с ними ругаться. Ну, я ругаюсь тоже так весело. Без оскорблений. Потому что, в отличие от некоторых, я не спускаюсь до их уровня. И вот такие уже крылышки. И не оскорбляю людей даже после того, как меня оскорбили. Поэтому я таких людей не понимаю. И к их уровню опускаться не буду. В общем, дал им мало чая. Думаю, они пока поедят. А я запишу, пока сбегал к свинкам. Они все сожрали. И теперь сейчас будут у меня тут петь. Я хочу с вами в этом видео поговорить по поводу того, что в предыдущем, вот буквально, видео, где я сказал, что мне нужна помощь, я предложил 200 гривен за день рабочий людям, которые мне помогут даже не прополоть, а прорубить кукурузу. Потому что кукуруза у нас чистая. Прополка подразумевает собой использование тяпки и прополку между рядей и кустов. А у нас кукуруза прополота. И кукуруза 2 метров, полтора метровые уши, это не помидорчики маленькие, не перцы, там не баклажаны, не огородные посадки, где нужно полоть, вот так раком стать и полоть. Это взять лопату в руки и рубить под корень колючку. Я опять забыл, как называется. Вы мне написали. Под тем видео, как меня только не назвали, вот вы можете перейти назад на то видео и почитать комментарии. очень интересные, очень много комментариев. Вот когда происходят такие скандалы, немножко в комментариях, то одни люди начинают меня немножко поносить, а вторые начинают немножко, ну сразу в этих комментариях, меня защищать. То есть я никак не реагирую на эти комментарии. То есть я их или удаляю, или блокирую. Но на данный момент я не удалил там ни одного комментария. Специально для того, чтобы, если вы захотите, вы сейчас пройдете и посмотрите. Завтра, завтра все эти люди уйдут в бан. Я даже не хочу с ними больше разговаривать. То есть вот они такого понаписывали, как будто я какой-то там уже зажравшийся куркуль, которому жалко там доплатить лишних 50 гривен и быть самым красивым и правильным на ютубе. Ребят, я вам сказал в видео, чисто и откровенно, сколько я могу заплатить за день. Мне начали там под тем видео писать, что за один гектар 200 гривен. Я разве так сказал? Нет, ребят, я в своем видео могу вам все объяснить дословно. Я сказал, что там 4 гектара. Они чистые. Там одна колючка на квадратный метр, а то и на два квадратных метра. Пересмотрите. Там люди начали писать. 200 гривен это 500 рублей. Даже бомжи не будут за такие деньги получить. Ребят, не надо всех сравнивать, судить по себе. На самом деле, вы еще обращайте внимание на то, где вы живете. Вот там такой четкий комментарий, я его даже закрепил, что нельзя сравнивать город с селом. Здесь для бабушки каждый рубль важен. Для людей безработных они считают каждую копейку. Поэтому заработать 200 гривен в то время, когда даже не ходят электрички, а по месту негде работать, я считаю, что это нормальный заработок. Поэтому не надо, не надо всех судить по себе. Не надо рассказывать, что иди сам полоть. Если бы у меня было свободное время, я бы пошел и сам полол. Когда я сказал, что его можно прополоть двум человеком за два дня, я судил по себе. Я не судил по ком-то другому. Я прошел по этой кукурузе и понял, что там работы максимум на два дня двум людям. Когда я сказал, что за полный рабочий день, с чего вы решили, что это с 7 утра до 9 вечера? Может, полный рабочий день это 4 часа, например, с 5 до 11. Ой, боже мой, боже мой. Это какой-то, знаете, это капец какой-то, а не комментарий. Потому что люди, люди, услышав что-то между строк, докрутив себе, перекрутив все через задницу, по-другому это не скажешь. И давай писать в комментариях, что я там зажрался, что я уже миллионер, потому что я 3 дня как на поле вышел, да? А никто не считает, сколько надо горюче-смазочных материалов. Одной соляры на год нужно 15 кубов. Переведите. 17 гривен литра. Посчитайте. 15 кубов. Миллионеры. А зарплаты? 3 человека зарплату получают. Это все бесплатно. А посадочный материал? Посмотрите цену на подсолнечник. Посмотрите цену на одну посадочную единицу. Введите в интернете, сколько стоит одна посадочная единица. Подсолнечник продается не по килограммам, а посадочными единицами. 150 тысяч семян. Вот посмотрите, сколько это денег. И эта одна посадочная единица, мне кажется, нужна на 1 гектар. Нет, на 2. Вот 150 тысяч семян уходит на 2 гектара. Вот и все посчитайте. А похота? А заплатить? Вот сейчас комбайнер получит 120 гривен за гектар. И тот, который возит, тоже получит 100 гривен за гектар. А с урожайностью в 20 центнеров переведите это все в деньги, и вы увидите, какие все тут миллионеры. Особенно я уже 5 раз сказал в своих видео, что у нас зона рискованного земледелия. И когда я предлагаю человеку 200 гривен за прополку, то человек не скажет так, что это мало и только бомжи пойдут, а возьмет и пойдет. И если вы живете где-то в городе, и вы можете заработать не 500 рублей в день, а 5 тысяч, то вы большой молодец. Понимаете? Но, как вот есть пословица, я вот надо вспомнить. Не стыдно быть бедным, стыдно быть убогим. А убогие могут быть и богатые. Вот понимаете? Вот, мне кажется, я не знаю, правильно я сказал, но мне нравится, как я сказал. Поэтому, когда вы считаете, что заработать 200 гривен в день это мало, то просто посмотрите на зарплаты и пенсии по нашей стране. То есть, я не знаю, вот хочется прям все слепить в одну кучу. У нас пенсии по 1600 гривен. 1600 гривен. Вот минималка пенсия 1600 гривен. И эту пенсию еще в наше время нужно заработать. Ты до нее никогда не доживешь. А половина людей сейчас совсем безработные. И сходить на работу за 200 гривен, это совсем не стыдно и совсем не убого. И это даже нормально. Потому что у нас зарплаты 4600 минималки. И это без вычета налога. То есть, еще налог вычтут, и на руки 3900 люди получат за 22-23 рабочих дня. Вот и посчитайте, сколько можно заработать в день. И потом думайте, что писать. Поэтому не обижайтесь. Я уже который раз говорю, не обижайтесь, когда я вас баню. Я не вступаю в скандалы. То есть, мне не нужны вот эти все дря... Ой, я как сказать правильно, вот слов не могу подобрать. Написав мне там оскорбительный или вы думаете... Или комментарий, в котором вы там пытаетесь мне что-то доказать. То есть, вы думаете, я буду с вами... Ну, то есть, переписываться. Я на хорошие комментарии не всегда нахожу время ответить. А вы думаете, я с вами буду переписываться? Да я молча отправлю того человека, который пытается меня в чем-то унизить или уличить в том, в чем невозможно уличить. Ну, то есть, я не знаю. Эти люди просто игнорируются. А если они оскорбления пишут, то они спокойненько уходят в бан. Вот за этим я слежу. Ну, ребят, ну, серьезно. 200 гривен для нашего населенного пункта, где люди ходят, щипают уток, ощипывают уток вручную за 15 гривен штука. 15 гривен штука. Я, когда ко мне приходила с соседкой, я ей платил 25. Потому что я знаю, что такое щипать утку. Это разные вещи. И когда нужно идти полоть помидоры, где вот такой бурьянчик и вот такие помидоры, и надо вот так возле каждого кустика чуть ли не раком туда, носом залезть, раком встать и выдернуть вот так бурьянчик. И когда вы идете на расслабоне по рядам кукурузы, свободно вас обдует ветерок до солнца. Завтра не будет солнца. То что не так? Берете лопату, херак, 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 отрубили и все. Но это же смешно, ну, ребят. Я думаю, я донес свою мысль. В общем, кто не читал эти комментарии, пройдите под те видео и прочитайте. Мне кажется, там очень интересно. Мне нравится. Мне нравится видео, где в комментариях люди ругаются. Ну, то есть, как бы берут две стороны. Ну, не то, что ругаются. Нет, мне не нравится, когда ругаются. Когда люди ругаются в комментарии, я просто удаляю верхний комментарий, чтобы этой ветки не было. Мне не нравится, когда люди ругаются. Но когда люди пытаются доказать, не доказать одну точку зрения, а вторые противоположную, ну, это просто читают, читаешь вот так по многу комментариев и думаешь, вот какие люди разные. Какие люди разные. Мне сказали, пусть твоя жена пойдет по поле за 200 гривен. Ребят, моя жена выучилась. Она потратила очень-очень много денег на материалы, на мебель. Она платит аренду за помещение. Она платит аренду такую, что это не 200 гривен в день, это больше. Поэтому говорит, что моя жена должна пойти по лодь за 200 гривен, когда у нее уже 9 лет стажа работы, там, где она работает, и она специалист своего дела, у нее очередь, к ней невозможно записаться, и говорит, что пусть она пойдет по поле. Это, знаете, вот эти люди пишут, мне кажется, те, которые пришли бы ко мне по лодь, если бы я платил 250 гривен. В общем, они, мне кажется, обиделись за то, что я им не предложил 250. Ребят. И в завершении этого видео хочу сказать, что 200 гривен для прорубки кукурузы, даже нельзя это назвать прополкой, потому что там ни одного раза не нужно будет вам нагнуться к земле. Ни одного раза вы будете идти налегке и рубить лопатой колючки. Все. Легко ведь все. Ну, ребята, вот такие дела. Гусятки уже заснули и не хотят больше этих скандалов слушать, да? Маленькие мои хорошенькие. Ты мой гусеночек крупненький. И по поводу квочки. Квочка сидит. Так что все в порядке. Все, ребят, давайте не будем оскорблять меня. Я вас не оскорбляю и не пытаюсь. Никогда никого не пытался оскорбить. Перестаньте меня оскорблять и в чем-то что-то мне рассказывать, что я что-то делаю не так. Я же знаю, что мне делать. Я просто вам показываю, что я делаю. Вот так. То, что я не знаю, я у вас спрашиваю. Но когда я не спрашиваю, значит, я знаю, что я делаю. И по поводу того, что я миллионер. Да, ребят, я миллионер, который ездит на разваленной шестерке. Которые мне уже много раз пытаются... Ну, то есть не то, что пытаются, а уже много раз мне писали в комментариях, чтобы я ее продал и купил себе новую машину. Но мне нечем добавить на новую машину. Я же не собираю набоиных. У меня нет денег, чтобы купить новую машину. Были бы деньги, я бы купил. Но их нету. Так что я езжу на шестерке. И совсем я не миллионер. Расслабьтесь, ребят. Я какой был, такой и есть. У меня ничего нету. За душой ничего нет. Езжу на шестерке. И как минимум еще год я буду на ней ездить. Потому что у меня нет денег купить новую машину. Я никогда... Это не для того, чтобы вы там подумали, что я буду просить. Нет, у меня не будет донатов. Не переживайте. Я просто отвечаю на вопросы. У меня нет денег купить новую машину. Всем спасибо, что вы меня послушали. Я спокойно езжу на шестерке. Я ее отдам в ремонт через два дня. И буду вообще ходить пешком. Наверное, я не знаю, если мне не дашь жена. Мне ее подшаманят немножко. Отдам к тому человеку, который отремонтировал машину жене. За машину жены мы заплатили 9000 гривен. За запчасти и за ремонт. Вот так мне обошлась Марина на машина. Так что... А сейчас пойдет мой Жигуль на ремонт. Мне кажется, за Жигуль будет немножко меньше сумма. Отремонтировать нужно. Потому что я на ней езжу с утра до вечера. То есть я без машины, как без ног. Поэтому мне она нужна целая. Нет у меня на новую. Все. Мы этот вопрос проехали. Всем большое спасибо за просмотр. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok